здравствуйте с вами ольга в этом видео я хотела с вами бы поделиться своей проблемой которую я обнаружила на клематисах пока их тут укрывала пока их тут пригибала вот и хотела бы наверное предостеречь других любителей клематисов которые скупают их везде и отовсюду вот но также в это видео хочу показать свой сад на конец октября потому что он все равно красивый краски насыщенный несмотря что вроде уже конец октября обычно у нас уже ну вообще уже как-то пустенько достаточно в этом году прямо но очень хорошая осень достаточно теплый но в то же время у нас есть ночные заморозки и снег уже выпадал то есть растения они уже благодаря этим заморозкам готовятся к зиме и если в прошлом году к примеру у меня яблони ушли полностью зеленые в морозы вот когда начались уже морозы сильный снег был уже выпал я как раз сажала пионы у меня приехали тогда пионы и я помню что у меня яблони еще были прямо вот с зеленой листвой то в этом году яблоньки меня радуют они уже подготовились к зиме благодаря вот этим заморозкам благодаря вот этой долгой такой хорошей осени они скидывают наконец-таки меня листву они пожелтели чему я несказанно рада и счастлива вот поэтому я надеюсь что яблоньки должны у нас хорошо перезимовать вот потому что обычно они конечно меня лопаются мне вообще много деревьев которые лопаются вот ну а так конечно все равно вот эти растения которые вот ходят в спячку они прекрасны все равно где-то желтая где-то черная где-то бурые где-то даже еще зеленые короче это смотрится очень красивым мне это все очень нравится смотрите кто мне помогает заниматься садовыми делами а если какое число 22 октября мы занимаемся я хочу занимаюсь тут хожу клематисами и хочу отсадить и пригнуть климатисики вот но вот эти товарищи не помогают помогают гуляют мы родились вчера а сегодня мы гуляем пускай гуляют на солнышке у нас и хорошая погода даже просветы есть видишь тепло очень я вот тоже в жилетке даже но и давайте я вам расскажу какая все-таки проблема у меня возникла я уже весной делала видео о том что я обнаружила на своих клематисах нематоды но я те растения на которых их обнаружила выкопала засыпала там новую землю положила там всяких гнилушек короче там из компоста из навоза у меня перегной был и посадила я туда посеяла рожь но когда я начала сейчас вот лазать клематисом что какие-то пригнуть какие-то там еще чего-то какие-то тоже подкапывала специально вот и я обнаружила нематоду на многих своих клематисах конечно я немножечко под расстроилась прямо так как-то зависла скажем так вот но но конечно это просто не ну неприятно узнать до что у тебя практически всех клематисов есть такая бяка то есть значит я ее с чем-то принесла то есть каким-то саженцем я себе в сад занесла вот эту пакость соответственно с каким ну как бы не докопаться нет в виду узнать потому что я во многих покупала магазинах клематис и участников в том числе вот сейчас я буду лечить свои клематисы конечно же выкапывать клематисы сжигать я их не буду я буду пробовать справиться с этой болячкой потом конечно же я сделаю видео расскажу об этом как у меня все это получилось вот но я тут нашла одно средство нематафагин вот посмотрела о нем почитала о нем и решила все-таки попробовать в своем саду вот этот гриб это хищный гриб который работает конкретно против нематоды и как раз сейчас осенью перед зимовкой я всем клематисом разложила это добро разложил этот гриб плюс мы с детьми доехали до лесопилки я знаю место где у меня была кора я раньше там ее собирала и собрали мы несколько мешков вот этой коры прям там шикарная кора вот и муж мне обещал поговорить с человеком который может на тракторе привезти не телегу этой коры поэтому я вообще очень-очень счастливый человек потому что кора мне на самом деле на моем участке очень необходимо потому что но у меня песок и я стараюсь навозом опилками корой и всем удобрить эту землю всем ее замульчировать чтобы сохранялась влага чтобы было питание но в связи с тем что вот это вот нематода вот это на моем участке появилась соответственно мне опилки и кора очень нужны потому что вообще грибы любят вот это все древесная микориза там хорошо развивается вот поэтому я решила помочь моему хищному грибу а вот и я сейчас везде еще весной и осенью если у меня получится разложить коры побольше вот чтобы короче я говорю все 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 убирают из земли чтобы не развивались грибы всякие и насекомые вредны а я наоборот ведь и все сгребаю все сгребаю на свою землю листья кору все чтобы у меня росли грибы чтобы была микориза и чтобы у меня были полезные насекомые потому что почему-то них никто не думает и не думает то что вообще-то для них тоже нужно создать хорошие условия для того чтобы они жили перезимовали и размножались а вот поэтому я наоборот всю зиму свою всем укрываю а вот ну и хочу создать конечно хорошие условия для своих грибов то что микориза грибы это все очень полезно для растений это прямо жизненно необходимо для растений как и бактерий как и червяки и все остальное вот поэтому буду у вас держать в курсе как у меня происходят дела с клематисами с нематодой вот поэтому хотела вас предостеречь что если вы покупаете где-то клематис все-таки делайте какую-то профилактику этого заболевания потому что я так понимаю она уже начала достаточно неплохо распространяться потому что ну я слышу много что у многих уже людей вот это нематода вот как для себя я решила то есть если к примеру будет ко мне приходить какой-то саженец клематиса да то есть я буду получать я буду просто при посадке добавлять вот этот немантофагин да он дорогой но для меня наверное лучше если я сделаю вот профилактику я же не знаю зараженное это растение или не заражено потому что можно же ведь корешки просто обрезать с этими галлами и ты не поймешь что растение зараженное или земля может быть зараженная потому что в торфе это все вот в грунте вот этом покупном тоже может быть вот это нематода вот как бы для себя я решила что я просто буду подсыпать к посадке клематиса вот этот грибочек хищный вот чтобы ну это дай бог если у меня получится вообще справиться с этой нематоды на своем участке вот поэтому пожалуйста тоже аккуратненько когда приобретаете где-то что-то потому что видите бывает что некоторые люди даже мне кажется могут и не знать о том что у них клематис зараженные то есть во первых никто не роется до часто в корнях во вторых некоторые люди даже не понимают как она выглядит то есть ну корни корни ну ну да с каким-то там шариками ну и все то есть вот поэтому внимательней смотрите чтобы все таки эту гадость к себе не занести на участок ну и смотрите хочу вам показать свое золото свою драгоценность мне сегодня с утра привезли я услышал шум трактора обрадовалась потому что человек который вот нам привезли все он говорю что я не знаю я попробую посмотрите вот оно счастье просто счастье но конечно да то есть как бы корову так вот просто никто не привезет то есть я тогда ездила на лесопилку за опилками просто случайно увидела что ну вот чуть-чуть совсем 10 опилки на разнылась мужу что давай хочу 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 потому что мешками таскать снова во-первых на весь мой сад я мешками не натаскаюсь опилок ну вот конечно это просто это просто спасение мое и это сейчас все уйдет мой сад со всякой этой микоризой как пахнет то вкусно это все вот так что вот это все он вроде еще обещал что еще привезет мне телегу так что это одна телега и скорее всего еще привезет телегу вот это вот эта мелочь это вообще просто надо мне сейчас ее собрать будет вот бежит красавица ко мне прогуливается со мной сегодня по саду да да ты прогуливаешься со мной по саду сегодня это что это что все хорошо не будем расстраиваться по поводу него туда начали расстроилась честно скажу прямо очень расстроилась а потом вот понадеялась вот на этот грибочек и очень надеюсь что он мне поможет но это на каждой вредителя у нас есть какой-то враг и я уверена что на нематоду у нас тоже есть какой-то просто давайте я очень надеюсь что это не митр � obstin это и есть это действительно хищный гриб который действительно справляется с нематодами вроде они оам отзывы хорошие почитало очень много рода действительно помогает на больших плантациях он помогает ну вот поэтому буду создавать условия для жизни этого гриба хороший поэтому кормин конечно же надо много еще такой момент что по от нематоды помогают вот если сажать бархатцы какие-нибудь рядом календулу там вот эти или поливать настоями календую календулы бархатцев чеснока есть люди которым реально это помогло которые поливали это отпугивает нематоду но не на своем примере я тоже могу сказать что да я в общем то землю засыпала там всем чем только можно и рожью вот сеяла вроде терпимо то есть я не нашла новых признаков нематоды поэтому я туда уже посадила клематис я на нем не увидела конечно глубоко я не рыла но снаружи я ничего не увидела вот поэтому думаю что можно справиться но я за то чтобы все-таки справляться не каким-нибудь химическим таким мощными ядрёными веществами хотя я так понимаю что нематоду они не берут вот а все же стараться какими-то такими средствами натуральными естественными природными потому что ну в природе все все уравновешено все сделано как надо то есть я игру на каждого вредителя есть свое что-то поэтому как раз я против того чтобы полностью выметать своего сада все 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 тогда вредителем будет вообще хорошо всем этим пакостям гадостям нашим будет просто прекрасно когда сад будет вылезанный убраны и чистенькие потому что полезным насекомым негде будет спрятаться перезимовать микоризы грибов всяких хищных тоже у нас не будет потому что на просто и меня за что даже зацепиться ну вот поэтому поэтому будем надеяться с божьей помощью я справлюсь с этой гадостью с этой нематодой вот пошла я дальше заниматься садом вроде я уже все подукрыла точнее я поставила уже почти везде каркасы клематисы все обрезала вот но немножечко осталось мне это убрать вот у меня еще листики есть листики еще набрали мы и для коз хорошие листьев не было у нас дождя прям их я хорошие желтые листики это я оставлю козлятам потому что козлята тоже любит листья очень жевать которые вот только родились и они охотнее едят вот эти листики чем сено в общем-то козы тоже очень любят это все дело желаю вам здорового красивого сада чтобы не было у вас никаких бяк которые будут вредить портить нам жизнь и жизнь растениям вот с вами была ольга до свидания